Здравствуйте, дорогие зрители! Вы просили меня поговорить о книгах на экономические темы, которые находятся здесь в дачной библиотеке. Я начал готовиться и так увлекся, начал читать одну из этих книг, о которой мы, конечно, поговорим в самом конце нашего сегодняшнего ролика. Ну а начнем мы все-таки с некоторых книг более классических. Итак, начнем с экономической литературы классического периода. Что у нас самое классическое? Конечно, Адам Смит. Вот он. Это английское издание, русское издание у меня есть в Москве. А английское издание было нужно, опять же, когда я готовил английские переводы своих книг, где были цитаты из Адама Смита, и эти цитаты, естественно, нужно было сверять уже по английскому оригиналу. Книга, которая, конечно, является в некотором смысле знаменем буржуазной политэкономии, но именно поэтому надо ее знать, надо ее хорошо понимать. И, между прочим, надо находить в ней очень интересные противоречия и проблемы, которые, в общем-то, прекрасно обнаружил еще Карл Маркс. Собственно говоря, не зная Адама Смита, будет довольно трудно понять Маркса и его капитал. Но, опять же, если говорить о книгах на английском языке, то здесь у меня есть еще одна очень любопытная книжка. Это «Экономическая история Англии с древнейших времен по 1750 год». Ну, вообще-то говоря, это часть большого издания, который покрывает всю историю Англии, опять же, с древнейших времен по конец Второй мировой войны. И в данном случае это кембриджское издание английской экономической истории. Интересно, что это те самые времена, про которые писал Адам Смит, и это те же самые проблемы, которые Адам Смит пытался сформулировать. Естественно, это тоже подано вполне в духе традиционной английской экономической науки, то есть отнюдь не критически, а скорее в духе прославления существующих экономических отношений. Но, тем не менее, книга-то написана уже после Второй мировой войны, когда многие идеи свободного рынка были поставлены, по меньшей мере, под вопрос. Ну, если говорить об экономической истории, то куда же мы денемся без Макса Вебера? История хозяйства Макса Вебера – это огромный труд, который, по-моему, только сейчас более-менее полностью переведен на русский язык. Этого полного издания у меня нет, я даже не знаю, вышло оно уже или нет. Я знаю, что перевод уже был сделан несколько лет назад и находился в производстве. Но по частям книга издавалась. И вот это одна из частей большого труда Макса Вебера. Ну, что представляет собой веберовская история хозяйства? Это, конечно, попытка, с одной стороны, все-таки дать несколько иной очерк истории капитализма, чем дал Карл Маркс. Вебер очень сильно меняет акценты, подчеркивает то, что кажется Марксу второстепенным или производным, и, наоборот, выдвигает именно это на передний план. При этом, однако, сила Вебера именно в том, что он, в общем-то, постоянно работает с проблематикой, которую задал никто иной, как его оппонент Карл Маркс. И, в каком-то смысле, Вебер – это очень хорошее дополнение к Марксу. В этом качестве, мне кажется, что он очень даже полезен. И хороший марксист должен обязательно читать и знать Макса Вебера. Ну, и продолжая тему экономической истории, хочу обратить внимание еще на одну очень коротенькую книжку. Она совсем, как видите, маленькая, но с очень вразительным названием «Глобальная экономическая история. Краткое введение». То есть, вот вся экономическая история в этой тоненькой книжке. На самом деле, конечно, вы здесь всю экономическую историю не получите, но Роберт Аллен – это один из как раз неортодоксальных экономистов, которые, естественно, не продвигают мифы относительно всемогущества свободного рынка и так далее. И он как раз пытается показать то, как формировались основные тренды, основные направления, основные факторы глобального экономического развития на протяжении столетий. В этом смысле книга очень полезная и, опять же, достаточно интересная именно для тех, кто хочет критиковать тупые, в общем-то, примитивные рыночные мифы о том, что вот, во-первых, рынок был всегда, и он всегда все решал. Нет, это было совсем не так, и книга Аллена вас в этом, я надеюсь, убедит. Ну что ж, теперь перейдем к современной экономической литературе. И сразу признаюсь, тут то, что называется дисклеймер. Большая часть марксистской экономической литературы, включая Карла Маркса, находится у меня дома, а не на даче. Поэтому я уже заранее предвижу некоторые возмущенные реплики. А почему же он держит в основном не марксистскую литературу на даче? Ну, наверное, потому что на даче у меня содержится все-таки не то чтение, которое я использую каждый день и, что называется, в качестве настольных книг. Но те, не менее, книги, которые мне все равно нужны и которые действительно могут быть полезными. Ну, опять-таки, начнем с книг по экономической истории. Тут два тома, недавно выпущенные, кембриджская тоже, экономическая история Европы. Новая, новейшего времени. Помните, я вам показывал кембриджскую экономическую историю Британии, которая была выпущена в 1949 году? Вот это примерно то же самое, это такой же подход, та же традиция, только теперь это уже совсем новые книги, и, опять же, переведена на русскую. Совсем недавно переведена, вышла в 2013 году, то есть это вот, что называется, совсем свежая. Ну, относительно, по крайней мере, для кембриджских изданий. И здесь два тома, которые мы сейчас можем посмотреть по очереди. Первый том – это XVIII-XIX век, и второй том – это уже XIX век нашей дни, то есть до начала XXI века. Много данных, много информации, много про технику и технологии. Ну, и, опять же, надо сказать, что сейчас большая часть экономической западной, скажем так, буржуазной, можно сказать, науки, она все равно сталкивается с проблемами, которые так или иначе обозначили все-таки и марксисты, и миросистемная школа. То есть, все-таки, почему богатые страны стали богатыми, а бедные стали бедными. Ну, естественно, ответы разные. В любом случае, они так или иначе вынуждены признавать вот этот разрыв, так называемую великую дивергенцию, великий разрыв. Это и Роберт Аллен делает, и многие другие. Вопрос в том, какие они дают ответы. Представление Адама Смита о том, что экономика сама себя выравнивает и сама себя исправляет, и только неправильная государственная политика приводит к тому, что некоторые страны отстают, это представление, увы, никем из серьезных современных исследователей экономики не подтверждается. Скорее, наоборот, пытаются понять, какая государственная политика или какая социальная политика способствует росту, и почему, если нету соответствующих мер государства, так или иначе развитие тормозится. Другой вопрос, что ответы на эти вопросы оказываются весьма разными. Но, тем не менее, начало дискуссии положила вот эта книга, которая тоже уже сейчас есть на русском языке, однако у меня она в английском оригинале, и она, ну, собственно, она мной была приобретена еще тогда, когда русского перевода просто не было, да и всегда, в общем, особенно когда готовишь английское издание, какой-нибудь своей книги, то приходится сверять в цитатах, хотя сейчас, в основном, я пользуюсь русским изданием, вот, это Эрик Райнард «Почему богатые страны, вернее, как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными». Это книга, которую, в общем-то, сейчас уже неоднократно цитируют, и это достаточно четкая попытка показать, что дело не в том, что свободный рынок всем помогает, а в том, что в одних странах одни институты, другие другие, и с одной стороны, конечно, Райнард оглядывается на межсистемную школу, с другой стороны пытается точиться все-таки на политике отдельных государств или регионов, поэтому в данном случае книга скорее с таким, как бы нам сказали, девелопменталистским уклоном, то есть как подсказать бедным странам, что им нужно сделать для того, чтобы не следовать ортодоксальным экономическим рецептам, идущим со времен Смита и Рикарда, и ускорить свое развитие. Ну, продолжая дискуссию о бедных и богатых странах и об успешном или неуспешном развитии, мы не можем, конечно, не воспользоваться книгой Джеффри Сакса, того самого Джеффри Сакса, который считается одним из основоположников рыночных реформ в Восточной Европе, консультировал российское правительство и правительство Восточной Европы, рекомендовал им шоковую терапию, как внедрять рынок, не обращать внимания на социальные издержки, потом вдруг Джеффри Сакс исправился. Он исправился в том смысле, что стал говорить, что ну все-таки мы немножко перегнули палку, и знаменитой была его фраза, что мы были похожи на врача, который разрезал для операции тело, а выяснилось, что структура внутренних органов совершенно не имеет никакого отношения к тому же, чему его учили. Кстати, любопытная вещь, странное дело, господа, а почему же вы не прекратили операцию, продолжались энтузиазмом резать? Но это отдельная история. В любом случае, Джеффри Сакс скорректировал свои взгляды и перестал быть уже таким отвязным рыночником, стал, наоборот, умеренным институционалистом, он даже поддерживал некоторые прогрессивные начинания, но в любом случае он все-таки пытается оставаться в рамках сугубо принципиально буржуазного подхода и, в частности, ответить на те же вопросы, которые ставил миросистемная школа или Райнард, доказывая, что в общем и целом все-таки капитализм способствует преодолению бедности, что вот все-таки теперь вот уже, ну, бедность, нищета, всякие социальные проблемы, все-таки они с течением времени экономической работы, так сказать, экономическим развитием преодолеваются. Главное только вот, ну, не делать глупости, поднажать, так сказать, хорошо поработать. В любом случае бедность уходит в прошлое, и сейчас мы уже живем в гораздо более благополучном мире. Привет от коронавируса. Я думаю, что эту книжку, конечно, здесь нужно держать скорее как некий раритет, и под заголовок мне очень нравится «Экономические возможности нашего времени». Опять же, привет от глобальной рецессии, глобальной депрессии. Они вам покажут, какие замечательные возможности у нас открываются. Ну, а теперь от либеральной экономической науки перейдем к тому, что называется неортодоксальной экономикой. Ну, сюда входят и Кейнс, и марксисты, и вообще все, кто не верят во всемогущество рынка. И тут у меня есть целый ряд книг, связанных, конечно, с экономическими дискуссиями, которые велись в Советской России в первые годы после революции. Вот книга Голланда «Дискуссия об экономической политике в годы денежной реформы 1921-1924 годов». Надо сказать, что вообще-то денежная реформа в СССР, ну, вернее, она началась еще до создания Советского Союза в Советской России и заканчивалась уже в первые годы СССР, была абсолютно новаторской. Она позволила достаточно быстро преодолеть инфляцию, при этом не прибегая к конфискационным мерам и не прибегая к такой тупой практике, как просто срезание нулей, потому что срезание нулей неоднократно практиковалось, и, как правило, после этого нули на купюрах нарастали снова и снова, иногда даже быстрее, чем раньше. Ну, опять же, в Германии в 20-е годы Кейнс прибег к своего рода шоковой финансовой терапии, когда создал нехватку денег. Но авторы советской денежной реформы 20-х годов поступили гораздо интереснее. Они создали две параллельные валюты, то есть совзнаки, которые, в общем, не имели большой ценности, и червонец. И червонец постепенно вытеснил совзнаки. Но дело даже не только в том, что они совершили, а в том, что все это сопровождалось очень острой, интересной, яркой экономической дискуссией, причем не участвовали как марксисты, так и не марксисты, причем, опять же, разного толка марксисты и экономисты народнического толка, а все вместе они, в общем, закладывали основания того, что стало потом известно как советская плановая экономика. К сожалению, многие из них потом сгинули в сталинских лагерях. Ну и вот, когда мы говорим о тех, кто сгинул в лагерях, то у нас есть тут как раз два автора. Ну, начнем, естественно, с Бухарина. Вот избранные произведения Бухарина, по большей части, это его экономические работы. И надо сказать, что все-таки экономические позиции Бухарина, они могут быть по-разному трактованы. И, кстати, сборник сделан достаточно тенденциозно. Этот сборник сделан в перестроечные времена, когда только-только начали вообще реабилитировать Бухарина. И поэтому его работы здесь собраны в основном именно в той части, где он предлагает какие-то концепции, связанные с новой экономической политикой. Ну, то есть здесь Бухарин представлен именно как автор новой экономической политики, или один из авторов новой экономической политики. Но, опять же, те его работы, где он подвергал аналитической критике капитализма, они сюда, в общем, не вошли. В частности, политической экономии Рантье в этом сборнике ее нет. Но есть ряд работ. Если вы хотите именно Бухарина как идеолога и теоретика НЭПа представить себе, то книга, избранные произведения, политиздат, между прочим, еще в советское время, вполне годится. Ну, раз уж мы говорим об экономических дискуссиях 20-х годов, то нельзя не вспомнить и основного оппонента Бухарина. Кстати, до их звездной степени был и оппонентом Кондратьева. Это Преображенского. Интересно, что Преображенский был сначала соавтором Бухарина. Мы знаем знаменитую книгу «Азбука коммунизма», которую Бухарин и Преображенский писали вместе. Потом их пути разошлись. Бухарин стал представителем правого крыла партии, Преображенский стал теоретиком левого крыла. Это журнал «Истинный тоже во время перестройки». Надо сказать, что судьба Преображенского и Бухарина в конечной счете была одинаковая, оба они сгинули во время сталинских репрессий. Но, естественно, после перестройки в основном стали хвалить и поднимать на счет Бухарина. А вот Преображенского в общем-то, в мере, подзабыли. И здесь у меня как раз издание Преображенского в журнале «Вопросы экономики» 1988 года. Но что характерно, здесь Преображенский видит напитки не сам по себе, не текст Преображенского как памятник исторической мысли. А здесь, вообще-то говоря, номер посвящен Бухарину. Ну и как бы для равновесия или для того, чтобы дать контекст, воспроизведен еще и текст Преображенского. Хотя, повторяю, он воспроизведен в блоке про Бухарина, то есть как оппонент Бухарина, не более того. Тем не менее, Преображенскому стоит говорить очень серьезно, потому что им была сформулирована концепция первоначального социалистического накопления. В отличие от первоначального накопления капитала, когда экспроприация мелких производителей, крестьян, мелких буржуа, происходит в интересах крупного капитала, и этот капитал концентрируется в частном секторе, первоначальное социалистическое накопление по Преображенскому представляет собой, во-первых, инструмент индустриализации, во-вторых, да, происходит тоже экспроприация, правда, гораздо более мягких, по мнению Преображенского формах, мелкого буржуа, причем в основном происходит, как он считает, перераспределение, то есть не отнятие собственности, а перераспределение ресурсов от мелкого буржуа, от крестьянина и тем более от кулака к социалистическому сектору, который работает на благо всего общества, решает стратегические задачи индустриализации. Ну вот это такой любопытный еще и памятник того, как у нас происходила реабилитация идей, не только людей, но и идей, то есть как бы Бухарин получил реабилитацию, что называется, по первому разряду, а Преображенского, увы, по второму или по третьему. Тем более вот этот журнальчик, он более чем ценен, и я его всегда беру в руки, когда мне нужно вспомнить не только про Преображенского и Бухарина, но и про перестройку. Здесь же у меня стоят три тома официальной советской истории, советской экономики. Это 20-е, 30-е годы. Вообще, это семитомное издание. Честно сказать, издание плохое. Оно очень пропагандистское, очень тенденциозное. Ну, такая вот апологетика. Все у нас всегда было хорошо, все мы делали правильно. И даже, хотя бы покупал ее все время ради статистики, со статистикой тоже полной уверенности нет. Поэтому, собственно говоря, я в свое время выкупил только три тома, а потом покупать ее перестал. Но, тем не менее, как уже своего рода документ эпохи, это трехтомное издание представляет некоторую ценность. Если говорить уже о перестройке, о том, что случилось после перестройки, то есть тоже одна книга, которую я могу вам показать с некоторой долей иронии. Это книга Вячеслава Иноземцева. Кстати говоря, Иноземцев, как человек очень богатый, владелец банка, он всегда свои книги издавал и издает очень хорошо. Потому что они, видите, как изданы очень красиво. Именно так, как я люблю, чтобы книги издавались. Видите, вот в хорошем переплете, с хорошим тиснением, на хорошей бумаге. Это издание в значительной мере воспроизводило традиции советского издательства «Академия», которое существовало в 20-30-е годы. Издавало очень качественные книги. Но в середине 30-х годов большая часть редакторов и организаторов этого проекта были арестованы. И, естественно, проект прекратился. Но Вячеслав Иноземцев – это такой вот странный персонаж, потому что он, с одной стороны, вроде бы и критик власти, с другой стороны, очень убежденный либерал. А с третьей стороны при этом постоянно старается быть, что называется, в тренде. И поэтому подхватывает целый ряд нелиберальных идей и концепций, которые вот сейчас популярны на Западе или у нас в стране. Поэтому он предельно эклектичен. И это замечательно, потому что данная книга, она полна цитат, полна ссылок, полна пересказа разных теорий. Вообще название «За пределами экономического общества» наводит на мысль, а что будет «За пределами экономического общества». По большому счету то, что Иноземцев называет неэкономическим обществом, это уж больно похоже почему-то на Марксово понятие коммунизма. Но, естественно, Иноземцеву это крайне неприятно. Тем не менее, если вы хотите почитать обобщающий текст, который излагает те или иные концепции, то вы здесь их найдете. И надо сказать, что изложены они добросовестно. То есть эклектика – это не всегда плохо. Иногда эклектичную книгу можно почитать и найти в ней тоже много полезных данных. Поэтому эту книгу не только полезна и приятна держать в руках, поглаживая вот эту хорошую кожу, которой Иноземцев переплетает свои труды. Ну, а можно и почитать более серьезно. Ну и, наконец, куда же мы без Джона, нашего Мейнарда Кейнса? Вот очередное издание. Хороший перевод. Отличается он тем, что он хороший. «Общая теория занятости процента и денег». Ну, что называется, Библия неортодоксальной критической экономической теории. У меня есть и английское издание, и еще одно русское издание. Но вот эту книжку я держу просто потому, что это очень хороший перевод. И я хочу, чтобы у меня на книжной полке был кейс. А тут же рядом другой классик. Шумпетер. Шумпетер с книгой, которую наверняка вы знаете, может быть, либо читали, либо про нее слышали. С которой, кстати говоря, Валерий Анашвили начал издание серии экономических книг в Институте Гайдара, что тоже очень забавно. Десять великих экономистов. От Маркса до Кейса. Тоже классическая книга Шумпетера. И вот самая последняя в сегодняшнем обзоре книга, с которой я начал разговор, о которой я, как и обещал, заканчиваю. Это книга Владимира Попова. Владимир Попов такой вот российский экономист, институционалист, который очень хорошо, подробно рассказывает нам, что произошло во время кризиса 2008-2010 годов, почему экономическая политика российского правительства привела к тому, что наша экономика падала даже быстрее, чем все остальные капиталистические экономики, и почему, в общем-то, без правильной государственной политики рынок сам не делает ничего, потому что государственная политика тоже является одним из факторов, с помощью которых насаждается тот самый знаменитый свободный рынок. В общем, книга, которую неплохо бы перечитать, особенно в контексте очередного экономического кризиса. Собственно говоря, чем я и занимался, когда мы включили камеру.